Намаскарам Садгуру, как можно улучшить память, и как преодолеть страх перед экзаменами? Страх перед экзаменами? Вы обратились по адресу. Я все об этом знаю. Потому что я никогда не испытывал страх перед экзаменами. Основной причиной для беспокойства у моего отца было отсутствие у меня страха перед экзаменами. Он говорил, у парня совсем нет страха, что с ним делать? Дело вот в чем. Вы задаете этот вопрос, это хорошо, но для начала вы должны понять. И такое встречается по всему миру. В обществе считается, что страх — это добродетель. Страх — это не добродетель. Страх делает вас невероятно уродливым существом. Наиболее неприятное переживание в вашей жизни, скорее всего, страх. Его отсутствие сделало мою жизнь абсолютно приятной. Потому что страх связан с тем, что еще только произойдет в будущем. Страх связан с тем, чего сейчас не существует. Что случится — вот в чем дело. Вы не знаете, что случится. Когда вы даже не знаете, что напишите на этом листке, вы учились целый год, но вы по-прежнему не знаете, как вы напишите экзамен. Когда дело обстоит таким образом, вы точно не сможете узнать, как ваша жизнь сложится в дальнейшем. Не так ли? Но вы представляете себе все эти ужасные вещи, которые произойдут после экзамена. Нет, после экзамена начнутся прекрасные каникулы. Да? Затем настанет день, когда объявят результаты. В 10-м классе я даже не пошел смотреть результаты экзаменов, как и результаты экзаменов в 12-м классе. Потом кто-нибудь из моей семьи начинал закипать. Сегодня объявляют результаты. А ты что делаешь? А что мне нужно делать? Тогда они просят кого-нибудь из знакомых, дают знать. Те, наверное, идут, смотрят результаты. Ну, проходной балл я набирал. Вопрос вот в чем. Вы ходите в школу, чтобы научиться чему-то? Или вы ходите в школу, чтобы кому-то что-то доказать? Вот что вы должны решить для себя. Вы все должны это решить для себя. Вы пришли в ашрам, чтобы узнать что-то, или чтобы что-то доказать? Вы должны это решить. Если вы отправляетесь куда-то, чтобы кому-то что-то доказать, тогда появляется болезнь провала и успеха. Для тех же, кто хочет научиться, не существует провала, не существует успеха. Это просто вопрос старания. Кто-то может выучиться чему-то за один день, а я, может быть, выучить за 10 дней, кто-то еще может за 100 дней. Это просто вопрос старания. Если вы заинтересованы в том, чтобы научиться, то старания — это сам по себе процесс обучения. Обладать возможностью, неустанно прилагать усилия — это сам по себе процесс обучения, не так ли? Так что не пытайтесь никому ничего доказывать. Пожалуйста, не пытайтесь улучшить свою память. Вы пошли в школу не для того, чтобы запоминать какую-то ерунду, чтобы научиться чему-то, чтобы расширить горизонты вашей жизни. Вам нужно что-то знать и понимать о мироздании вокруг вас. Вот что такое наука. Вот что такое математика. Вы изучаете не какой-то предмет. Это все разные аспекты жизни. Возможно, это преподается в самом неинтересном виде, но, тем не менее, это жизнь. Да? Изучаете ли вы физику, или химию, или биологию, или гуманитарные науки, или географию, вы изучаете что-то, что может улучшить масштаб и содержание вашей жизни. Так что вам необходимо научиться этому. Если вы просто запомните что-то, это не прообразит вашу жизнь никоим образом. Вы пошли туда, чтобы учиться. Если вы действительно учились, то в чем проблема? Пишите то, что знаете. А чего не знаете? Захотите списать у соседа? Я не буду об этом говорить, потому что часто, как кажется, учителя сами способствуют этому. Немного больше или немного меньше баллов в десятом классе ни на что особо не повлияют. То, как многому вы научитесь, повлияет на все невероятным образом. То, как много вы усвоили сейчас основы, окажет большое влияние. Сейчас сконцентрируйтесь на этом. Может быть, экзамены за двенадцатый класс на что-то и повлияют. Потому что сегодня в Индии, если вы хотите поступить на медицинский, люди из других стран не могут в это поверить, у вас должно быть девяносто восемь процентов. Если у вас девяносто семь процентов — никак. Имеет значение то, насколько разумно, насколько прекрасно, с каким пониманием вы проживаете свою жизнь. Сколько вы запомните — не имеет значения. Я вообще ничего не помню. Вот почему я могу сидеть и просто болтать здесь с вами о чем угодно. потому что я не отягощен памятью. Так что никаких таблеток против диареи и не беспокойтесь о своей памяти. То, что вы знаете, вы напишете. То, чего вы не знаете, в любом случае вы не сможете написать. Но если вы знаете, как списывать — дело ваше. Я бы не стал этого делать. И я уверен, что наши учителя вам этого не позволят. Потому что на этой стадии вашей жизни не стоит начинать свою жизнь с обмана. По крайней мере, будьте… Я говорю не о честности. Я говорю о том, чтобы научиться быть искренним с жизнью, чтобы завтра вы не поддались коррупции из-за мелочей. Я такой, как есть? Хорошо, пусть я наберу только 35 баллов. Ничего. Я такой, как есть. Это не определит качество моей жизни. Я хочу, чтобы вы поняли. То, какие оценки вы получите, не определит качество вашей жизни. Но то, с какой честностью и полнотой вы существуете, вне сомнений определит качество вашей жизни. Так что лучше обойтись без списывания. Хорошо? Допустим, вы ничего не знаете. Ничего страшного. Просто посидите там радостно, потом выйдите и скажите всем, «Я не прошел». Начните заниматься йогой. Жизнь станет длиннее. Вы сможете остаться на второй год. Еще один год обучения без списывания. Потому что не стоит предавать свою честность ради мелочей. Ради таких глупостей. Не предавайте свою честность ради мелочей. Потому что, если завтра речь будет идти о чем-то крупном, вы не сможете перед этим устоять. Продолжение следует... Продолжение следует... Где – она не подходит.